Новости на своем прямом эфире. Меня зовут Александра Слободская. Здравствуйте. В ближайшие полчаса расскажу о главных событиях дня. Обновление Кисловодска, что строят не только для туристов, но и для жителей. Следим пошагово. Поддержать российских военных можно по-разному. Мы приехали в художественную школу в Минеральных водах. Что придумали здесь, расскажет Герман Кудеяров. Блестящий кадр, что сфотографировать, чтобы получить призы, расскажем в конце выпуска. Кисловодск не только курорт, но и город для комфортной жизни. Сейчас там строят ряд крупных социальных объектов. Ход работы оценили сенатор Совета Федерации России Анатолий Артамонов и губернатор Владимир Владимиров. Вместе с ними на стройках была и Кира Мартынова. Федерального гостя Кисловодск, как и полагается, встретил солнечной погодой, что в целом настроило на позитивный лад. Анатолий Артамонов и Владимир Владимиров осмотрели ряд важных объектов курорта. Работы на них ведутся по нацпроектам и федеральной программе развития Северо-Кавказского федерального округа. Кисловодск это большой дом, он должен благоустраиваться. Люди должны видеть свое будущее. Вот школа там, это будущее наших детей. Люди должны понимать, что их тут полечат, детей научат. В городе грязи не будет. И на самом деле будет комфортная жизнь. И дальше только улучшать и улучшать. Побывали и на площадке будущей хореографической школы. Строительство только началось. Сейчас обустраивают фундамент и возводят стены первого этажа. Школа примет 380 детей. Дальше Владимиров и Артамонов отправились на место возведения нового корпуса горбольницы. Это будет четырехэтажное здание с операционным блоком и приемным отделением. Президент поставил задачу в ближайшие несколько лет провести существенные изменения, особенно в первичном здравоохранении, но и не только в первичном. В высокотехнологичной медицинской помощи. И вот эта задача как раз и решает то, строительство, которое мы сейчас осуществляем на территории Кисловодской городской больницы. Осмотрели здание новой школы на тысячу мест на улице Замковой. Объект почти готов. Завершается отделка помещений. Благоустраивают прилегающую территорию. Уже в следующем году здесь начнутся занятия. Радует то, что везде идет работа. И я надеюсь, что строители, по крайней мере нас, они в этом заверили сегодня, будут укладываться в сроки. Все объекты обеспечены финансированием. И они очень востребованы, нужны людям, их ждут. Я хотел бы сказать здесь и слово благодарности губернатору. Он занимается предметно всеми, без исключения объектами. И в ручном режиме многие вещи приходится регулировать. Как отметил Владимиров, нацпроекты и федеральные программы, которые реализуются в Кисловодске, помогут и в дальнейшем развивать город по всем направлениям. Сегодня мы плотно работаем над тем, чтобы и дальше объекты строить. В будущем году будут приятные сюрпризы. Мы будем озеро, слава богу, обустраивать. И сегодня мы видим уже финансирование на этот объект. Больницу, слава богу, заканчивать будем и тоже финансирование. Провели день в Солнечном Кисловодске Кира Мартынова и Павел Селиверстов. Ставропольское телевидение. Искусство, которое лечит, жители Ставрополя продолжают отправлять на передовую посылки для наших героев. В этот раз внутри необычные вещи. Это картины. Их передали ученики художественной школы минеральных вод в военные госпитали, где лежат раненые ставропольцы. Почему такие посылки особенно важны и для учеников, и для солдат? Герман Кудеяров пообщался с художниками. Помочь российским военным сейчас может абсолютно каждый. И каждый делает это по-разному. Например, мы, журналисты, информационно поддерживаем родных и близких бойцов. Кто-то вяжет теплые носки. Такие сюжеты мы тоже снимали. А вот дети, например, пишут письма и картины. Вот просто представьте. Возможно, именно эта картина будет висеть в военном госпитале и радовать солдата. А солдаты такое очень ценят. Я считаю, что они могут как-то его подбодрить. Он может рассматривать и искать что-то там, возможно, даже приятное для себя. Что-то свое думать тоже будет. Вот. Возможно, у него будут какие-то воспоминания. У воспитанников художественной школы в Минеральных Водах есть и идея, и свой стиль. Я хотела передать красоту всего этого. То есть... По помощи вот красок, да, разных? Да, да. Я любительница добавить что-то яркое в свои работы. Поэтому как можно больше цвета я старалась. Всех успокаивает шум моря. Мне кажется, все когда-нибудь мечтали там оказаться. Для некоторых это некий стимул работать, продолжать чем-то заниматься. И, ну, боец при взгляде на мою картину, думаю, сможет это тоже почувствовать. Может продолжить бороться. Ученики художественной школы с большим удовольствием согласились отправить свои работы в военные госпитали, чтобы подбодрить наших защитников. Когда ребенок понимает, что он сам может создать вот какую-то вещь, которую солдат возьмет в руки, почувствует это тепло, детскую энергию, ну, это же искренность ребенка. То есть он ощущает свой вклад в такое большое дело. Картины ученики отправляют впервые. А вот письма и открытки бойцам уже передавали. И даже получали видеоответы со словами благодарности. Ребята военнослужащие говорят спасибо детям, им очень приятно. Данные открытки, письма, конечно, очень-таки теплые чувства вызывают у военнослужащих. И вот в их далеких суровых условиях дарят им частичку дома, тепла. Во всероссийской акции «Фронтовая открытка» приняли участие воспитанники детских садов и школ по всей стране. А уверены в том, что картины согреют душу солдатам. Герман Кудеяров и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. А в Ясентуках до конца следующего года отремонтируют питьевую галерею над источником номер 17. Там обновят инженерные коммуникации, приведут в порядок фундамент, отреставрируют фасад и кровлю. Работы проведут за счет краевого бюджета. Другие новости региона в нашем обзоре. В селе Гафицком капитально отремонтировали историко-краеведческий музей имени Бельгарова. Там обновили фойе, выставочные залы и разделили учреждения на несколько функциональных зон, сообщили в региональном министерстве культуры. Также закупили мебель, проектор и кран. Теперь пространство подходит для комфортного проведения досуга. Все это благодаря краевому проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура». В Новом Янкуле отремонтировали врачебную амбулаторию. Специалисты утеплили фасад медучреждения, заменили кровлю, окна, двери и установили пандус, сообщили в региональном Минздраве. Также привели в порядок кабинеты врачей, обновили полы и инженерные коммуникации. Работы провели по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В Курском округе завершается ремонт 8-километрового участка трассы Новопаловск-Курская-Моздок. На отрезке постелили современное покрытие. Сейчас приводят в порядок обочины и устанавливают знаки, сообщили в региональном Миндоре. Обновление проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ну что ж, пришла пора делать эффектные праздничные фото. В Краевой столице стартовал конкурс «Новогодний Ставрополь». Доставайте телефоны, снимайте «Сияющий город» и выкладывайте в социальные сети ВКонтакте до полуночи 26 декабря. Есть еще несколько простых условий, все они на сайте администрации. В конце года выберут три лучших кадра победителей и ждут ценные призы. Такими были главные события дня. Больше новостей ищите на нашем сайте stv24.tv. Также мы есть во всех социальных сетях. Подписывайтесь. Далее прогноз погоды. У меня на этом все. В студии была Александра Слободская. Спасибо, что были с нами. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на вторник, 6 декабря. Ветер стихает. Представляете, в Ставрополе всего-то 6 метров в секунду. И все еще без осадков и минус 2 днем. В минеральных водах дождь со снегом, который к вечеру, когда подморозит, станет обычным снегом. В Изобильном и Невиномыске днем плюс 1 без осадков. Световой день 8 часов 55 минут. Курорты Кавминвод. В Железноводске минус 4 и небольшой снег. В Пятигорске дождь со снегом. В Весентуках пасмурно и минус 3. А вот в Кисловодске там малооблачно. Ветра нет почти. И днем около нуля красота. В Восток и Север края пасмурно и без осадков. В Нефтекумске и Буреновске около нуля днем и до минус 3 вечера. Ипатовая и Дивная минус 2. Ветер 6 метров в секунду. На сегодня о погоде все. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...